всем доброе утро сегодня у нас вторник и сегодня такая замечательная погода так солнечно небо чистенькая класс ура котики завтракают донос уже ушел как всегда донис приходит несколько раз всем хорошего дня как хорошо джоннику на солнышке на джоннику так хорошо прям припекает солнышко ой тепло джон ты горячий уже мальчик ну хорош да не нравится так не нравится такой характерный котик вредненький любит только так как он любит и больше никак да но у ступки не идем а вот степка цвет одинаковый только другой состав шерсти это длинная шерсть более мягкая все не нравится а у степки набитая короткая готовлю кофе и так выглядит мой завтрак вкусный хлеб семечками масло сыр масло и кран и чашка вкусного кофе всем приятного аппетита фиксик давай бумажку еще взяли с собой фиксика погода сегодня вообще сказочная нас очередная проблема с машиной сломался бэндекс если я правильно говорю лишь бэндекс до то на его заказал и он уже пришел мы идем забирать лёша будет пытаться возле подъезда ремонтира вашу машину завести он не может чтобы доехать до мастерской это эвакуатор вызывать это во первых у нас там во дворе эвакуатор не развернется ну во вторых лишние растраты будем надеяться что у лёши получится отремонтировать самостоятельно а потом пойдем в элмарт нужно купить кое-какие продукты на вопросе Уже прибежали домой, хочу сделать распаковку. Что купили? Рыбку купила, теляпию, по чем нынче она у нас 234 гривны за килограмм, тут 5 штучек на 150 гривен, вкусный багет 47 гривен, такой хрустящий, классик. Сахар, батон обычный белый, творог 18% тут пол килограмма, морковь по 18 гривен за килограмм. По акции были Ролини, 21 гривна, взяла 2. Нарезанный сыр, это у нас гауда, лук по 14,45 за килограмм. Йогурт турецкий, вот такое филе взяла, куриное. Копчино варене и 20% сливки. Цены на сливки, конечно, ого-го. Те по 87, а те, которые 30 и 33, больше 100 гривен, 125, 134. Это для супа. Для супа нам понадобится лук, морковь, тыква, сливки, приправы. И в конце будем украшать вот таким багетом хрустящим, кусочками филе. Вкусно будет, с семечками. Ну, в общем, будет вкусно и красиво. У меня вторая чашка кофе и Ролини. Лешка пошел снимать стартер, да, я так понимаю. На нем бендекс, потом приедет домой, будет его тут очищать, мыть. Дорогие мои, настало время, и мы готовим тыквенный суп вместе с вами. Рецепт простой, занимает не так много времени. Единственное, что хочу в этот раз, овощи не просто отварить, а запечь в духовке. Все то же самое можно сделать и поместив овощи все сразу в кастрюлю и варить. Но я в этот раз хочу именно запечь. Все, что вы видите, нам необходимо. Тыква, картофель, морковка, лук. У меня остался маленький мой перчик с балкона. Томаты, пошла, нарвала. И чеснок. Специи, оливковое масло. Значит, я сейчас половину тыквы хочу отрезать, а половину оставлю для десерта. Еще буду десерт готовить, скорее всего, завтра. А половина тыквы идет на суп. В общем, разрежаем тыкву, очищаем от семечек и нарезаем на такие средние части. Вот такая красавица. Ой, как запахло. Как я люблю запах тыквы. Все это вычищаем. Я, кстати, когда-то из тыквы собирала семечки, сушила их. Но тут не сильно большие, не меленькие. coи好езные. Сушила их. Тыквы. Сушила,試 response. Твое. Красота, краски в осени, какие они красивые. Так, берем противень, немного подвинусь, чтобы вам было видно пергамент. Есть такое дело, немножечко сверху оливковое масло. Распределяем, красота. Выкладываю тыкву. Морковь. 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 Лук. Лук. Перец. Помидоры. Чеснок. У меня вот такая есть. К сухому. Штучка-дрючки. Сейчас я покажу тебе штучку. Да, сейчас. Сейчас все покажем. И Алю к дядке надо идти. Зачем? Гритол я не купил. У нас насадка есть такая, чтобы погрызнуть? Сверху аккуратно тоже смажем. У меня просто бутылка такая. О, я вот так буду делать. Много льет сразу. Поняли? Надо зайти на тему и посмотреть такие для масла. Красивые есть. С тоненьким, узеньким носиком. Вот такая красота. Скажите, это красиво? Это очень красиво. Аппетитно и полезно. Сверху немного подсолить. Паприка. У меня сладкая. Немного черного перца. Кстати, перчик заканчивается. Надо купить. Травы прованские. Базилик. Духовка 180 градусов. До готовности. Если будет подгорать сверху, можно прикрыть фольгой. А куркуму и карри будем добавлять уже, когда будем блендерить. Все. Отправляем овощи в духовку запекаться. Вымыл все. Тут вообще был капец. Выкрасил. Дай туда в ведро. Тихо, 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 тихо. Ну, черненькая ведерка, да. Рассказывай. Для мальчиков. Рассказывай. Бендекс. Не знаю, как его проверять. Вот он, как бы, вот он сюда крутится. Сюда он не должен крутиться. Как бы он рабочий. Чего он проскакивал. У меня на том же самом, на родном такая же история была. Саня мне говорит, что тут, у меня есть товарищ, какой-то друг, занимается тоже этой херней всей. Что тут есть какие-то пружинки внутри. И они, короче, растягиваются. И ты не можешь провернуть, а под мотором, под маховиком оно прокручивается и он сбрасывается. Ну, то есть, не заводит. Зацепление идет и буксует. Не сбрасывается. Степа, Степа. Я понимаю, что ты любишь гараж мой. Но гаража моего уже нет, Степ. Я понимаю, что ты скучаешь за гаражом. Я тоже скучаю. Видишь, какой у меня гараж теперь, вот, на газете. Гараж мой. Вот. Денис, проходим по салону. Поэтому лучше не мозги и взять вот новый бендекс купить. У меня там один уже в гараже такой лежит. Оригинальный. То бишь, бошевский. Купить вот такую запчастинку. Этот положим. На всякий случай. А вдруг мы с Саньком все-таки, того я, наверное, уже бендекса не найду. Я там вообще, наверное, уже ничего не найду. А этот есть. Вдруг мы с Саньком когда-нибудь сядем в лет 70 и все-таки разберем его. Мы тот хотели разобрать с 16-го года. Ну, тут тоже все. Тут сюда крутится, а сюда нет. Это стартер, да? Да. Все вот это вот стартер. А это бендекс, который заводит. Знаешь, я правильно все сказала на видео. На видео. Ой-ой-ой, шестеренки рассыпаются. Я вот Литола забыл. Сейчас пойду до дяденьки. У нас тут дяденька хороший. Дышь бы не закрылся. Смазать, да? Вот тут надо смазки набить. Вредук тогда. Тайо. Ты давай, потому что он, по-моему, до пяти работает. Там нормально четыре пока. Короче. Вот. Он вот так выпрыгивает. Угу. И потом вот так вот этим вот он выпрыгнул. Когда ты стартером прокрутил. Втягивающий. Вот это втягивающий. Рассказываю. Кому интересно. Угу. Вот это втягивающий стоит сверху. Всем интересно. Тут тоже он вот так подогнано. Я вытянул. Он вообще не работал. Да? Может, конечно, оно все было грязное. И у него не хватало силы выкинуть. Может быть. Ну, я не буду рисковать. И его сильно удобно снимать. Вот это вот штука электромагнит. Он, когда ты крыш порворачиваешь, он вот так вот срабатывает. Вот через эту вилочку. Вот так вот выкидывает этот бендекс. Угу. И потом он и вот так вот подкидывает его и крутит. И вот эта вот штучка крутит маховик. Угу. Маховик провернулся. Это все очень быстро. Киловатт. 1,1 киловатт мощный стартер. Это табушевский. Угу. Провернулся маховик. Завелся. Машина завелась. И он сразу, хоп, откидывается и спрятался. Его работа закончена. Он завел и спрятался. Ясно. Фиксик нагулялся, набегался. Пешочком на девятый этаж поднялся. Да, Фиксик? Теперь спит. Да? Хорошо погуляли? Пописали? Еще всякие дела поделали? Да, скажи? А тут Максик с Денисом дружненько лежат. Осталось несколько минут до готовности овощей. Я хочу на сухой сковородке обжарить семечки подсолнечником. И у меня есть тыквенные семечки. О! Красота! Обжариваем на среднем огне, постоянно помешивая. Семечки готовы. Достаем красоту из духовки. Ой, какие волшебные ароматы. Это просто шедевр. Посмотрите. Вы посмотрите. Какая вкуснятина. Просто блаженство. Так, я беру кастрюлю. Те овощи, которые я могу переложить уже сразу. Это лук. Это морковка. Перчик. Томаты. Картофель надо будет очистить. И тыкву очистить. Этим и займемся. Пусть немножечко остынет. Все очистили. Поместили в кастрюльку. Добавлю немного воды. Где-то полстакана. Перебиваем погружным блендером. Аккуратненько. Всегда на всякий случай проверяю ложкой. Все хорошо. Теперь добавляю сюда сливки. У меня двадцатипроцентные. Скоро двести, наверное. Перемешиваем. И ставим на огонь. Доводим до кипения. На этом этапе доводим вкус. Добавляем соль. Тыква очень сладкая. Я попробовала. Я добавляю немного карри. И немного кукумы. Так, после раз она у меня обильно высыпалась. Поэтому я добавлю ложечкой. И хочу вас предупредить. Булькает, стреляет. Поэтому будьте аккуратны. Слишком низко не наклоняйтесь над кастрюлей. Я люблю вот такую консистенцию супа. Вот видите. Если вы любите реже. Добавляйте либо воды, либо сливок. Сюда, кстати, вместо воды можно добавить бульон. Овощной, либо мясной. Тоже будет очень вкусно. Перемешали. Досолить всегда можно индивидуально в тарелке. Поэтому лучше не досолить. Вот, начинают появляться бульки. Все, выключайте. А теперь подготовим украшение. Дополнение к нашему вкусному тыквеному супу. Багет. Нарезаем. И буквально на минутку отправляю в тостер. Поджариваем хлебушек. Веточка укропа. Я не могу понять, почему так реагируют животные на этот суп. В чем проблема? Степа, Боня под ногами. Вы будете тыквенный суп? Вы же не травоядные. Куриное филе еще запечатано. Запах вы его не можете слышать. Наверное, сливки. Им пахнут сливки. Так, филе отрезали. Вот такие вот слайсы полненькие нарежем. Ну, в принципе, все. У меня все готово. А вот и греночки. Буквально минута прошла. Для багета много не нужно. Так, достаю большую тарелку. Ммм, как же это ароматно. Как же это вкусно. Добавлю сверху немного сливочек. Вот так. Украшаем семечками. Сюда добавим мяско. Да, Степа. Две греночки. И укропчик немного. Ну, посмотрите, какая подача. И эту красоту вы можете приготовить сами, дома, самостоятельно. Это, не побоюсь этого слова, ресторанная подача, ресторанное блюдо. Это фантастически вкусно. Пробуйте, готовьте. Дегустация. Сейчас будет дегустация. Для этого возьмем красивую, нарядную ложечку. Ммм. 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 Это фантастика. Ммм. 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 семечками это шедевр осенний, нарядный, фантастически вкусный шедевр очень вкусно Марси одежду носить не хочет она ее снимает да, Марси? высыпания стали меньше потихонечку сходят но еще есть но она уже спокойно себя ведет меньше вылизывается больше спит всем пока-пока